Новые камеры автоматического слежения, новые сенсоры от Sony, NVIDIA идет в автомобиле. Эти и другие новости в новом выпуске DSSL News. Итак, здравствуйте! Компания Hikvision получает капитализацию 21 миллиард долларов и занимает 1218 место в списке Global 2000 от Forbes. Нужно отметить, что это расстояние с 10 до 21 миллиарда компания преодолела всего лишь за 2 года. Компания Sony продолжает подтверждать свое первое место, на рынке сенсоров и выпускает 3 и 5 мегапиксельные сенсоры с на 10% увеличенной чувствительностью. Самое главное, что в новых сенсорах IMX используется Global Shutter, что позволяет избежать размытости и искажения движущихся объектов. Однако Sony позиционирует эти сенсоры для промышленности, значит они немного дорогие. Компания NVIDIA, известный производитель видеокарт для компьютеров, представила технологию и процессорную плату, состоящую из нескольких процессоров, которая будет устанавливаться в автомобиле. Эта плата с помощью технологии NVIDIA формирует трехмерную картину вокруг автомобиля и позволяет ему избегать препятствий распознавать объекты и, соответственно, избегать с ними столкновения. В настоящий момент эта процессорная плата позволяет обрабатывать сигналы с 12 различных видеокамер и радарных датчиков, что, соответственно, позволяет создать полноценную картину вокруг автомобиля. Система распознает пешеходов, соседние автомобили и, собственно, дорожные знаки. Однако стоимость ее составляет 10 тысяч долларов, что означает, что повышение уровня безопасности будет вряд ли доступно для бюджетных автомобилей стоимостью 5 тысяч долларов. Китайская компания Цикван совместно с университетом Синхуа утверждает, что создали первый в мире биометрический банкомат. Собственно, во все банкоматы у нас встроена видеокамера, в некоторые даже две. Мы, например, еще устанавливаем дополнительно и вокруг банкомата видеокамеры. Но они утверждают, что теперь и банкоматы с фронтальной встроенной камеры распознают лица и сопоставляют базу данных карт с базой данных этих лиц. Ну, разумеется, для этого пользователь предварительно должен быть занесен в эту базу данных. Интересно, невыспавшиеся европейцы смогут снять деньги в китайских банкоматах? Компания Hitachi наконец-то представила на рынок 10-терабайтный жесткий диск, который, впрочем, не отличается по потреблению от старых 4 и 6-терабайтных и потребляют также примерно 5 Вт. Чтобы увидеть нас снова, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо и до следующих встреч!